Бокертов! Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня тридцать второй день Амера. Мы начинаем наш третий урок в понедельной главе Торы Бегар. Читаем заповедь в главе Бегар не обманывать друг друга. У нас есть поле. Всевышний говорит, дозволяйте выкуп земли. Человек пришел купить у тебя поле. Ты говоришь, хорошо, я там продаю. Оформили договор, все, поле его. Ты знаешь, что он человек не сведущий в Торе, не знает законы земли Израиля, что поле навсегда не продается, продается только количество жатв. Прошло несколько лет после того, как ты продал. Ты пришел и говорит, все, поле, сейчас юбилейный год наступает, поле мое назад возвращается. Как же так? Мы же купили вот договор, да, но договор действует только до юбилейного года. И суд, что суд скажет? Получается, что это произошел обман. И Всевышний говорит, что не обманывайте друг друга. Нельзя пользоваться ситуацией. То есть ты только количество жатв имеешь продать. Чем больше этих лет до юбилейного года, тем больше назначишь цену, меньше, меньше назначишь цену. Все зависит от количества жатв. Приходишь, составляешь договор специальный, и учитываются там годы шмиты, каждый седьмой тоже. Это не жатва. В общем, надо все это правильно оформлять документацию. И не обманываем, не продаем друг друга. Это не значит, что мы имеем право продать, что по завышенной цене и покупать по завышенной цене мы не имеем права. И нужно иметь дело только с соблюдающим человеком, который боится Бога, который соблюдает митцвот. И мы должны иметь дело с таким человеком, стараться. Но, с другой стороны, если не еврей продает товар нам по более выгодной цене, мы имеем право на это купить у него. Закон этого не запрещает. Значит, у нас есть разные запреты. Нельзя напоминать другому человеку о плохих поступках его родителей. Это запрещено так делать. И нельзя говорить человеку, который страдает по какой-то причине, что ты это страдаешь за какие-то свои грехи. Это тоже нам нельзя так говорить. И нельзя продавцу объяснять, делать вид, что ты хочешь купить этот товар, интересоваться, лишь бы поговорить. Это тоже нам запрещено. Если есть цель купить, поговори. Если нет, так делать нельзя, чтобы человек надеялся. И в любом случае, надо человеком разговаривать вежливо, какая бы ситуация ни сложилась, все должно быть корректно, чтобы человека ничем не обидеть. Это важно. Потому что, если мы кого-то обижаем, это очень плохо работает. Всевышний этого не хочет. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы. Яков Беннахум, мой дядя Волгир Бен Григорий, моего брата Павел Бен Ефим, Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, Роза Бат Михаэль, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, за здоровье Светлана Бат Клара, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Перв, Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Миря, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Мэль, Евгений Бен Берт, Евгений Бат Ида, Фира Бат Анна, за хороший дух Арон Ребен, Двойра, Днис Бен Ахум, Абигаль Бат Сара. Пусть закончится скоро эта война. Всем всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующих встреч.